Итак, мы добрались до Хибин. Кот. Сегодня, наверное, у нас просто прогулка небольшая. Подниматься не будем, потому что хочется немножко отдохнуть, заселиться куда-то и дальше что-то решать. Решили сейчас на небольшую прогулку выйти, чтобы просто посмотреть, как чего-то. Маршрутов прям коротких нет, каждый маршрут на день, а я пока не уверена, готова ли морально с ребенком и физически куда-то на такую прогулку идти. Ну, сейчас 7 маршрут, мне, наверное, часов на 7 туда-обратно. Какая красота. Коту, конечно же, взяла рюкзак. Все, все собрались по месту идти. Здесь некоторые дороги немножко подмыло. Да, мы даже не смогли проехать. На, пойдем. Мы уже такой же переходили. Кстати, он неплохо. Я думала, он ступор встанет и не пойдет в воду. Но он по камушкам аккуратно тоже перешел. Ну, Рица, пойдем. Я покажу, где обойти. Он, в принципе, сам неплохо соображает, как проходить. Идешь? Давай вперед. Кот немного травмировался. Он стоптал себе топтули свои. Поэтому сейчас он, по крайней мере, пойдет так, потому что медленно очень идет. Оказывается, по камням тяжеловато ему ходить. Потом уже выпустим, когда дойдем до чего-то более мягкого. Здесь такая красота. На самом деле, прошли уже много, но не ввысь. Тропа такая. Все еще границы леса не прошли. Ну, движемся дальше. Ну вот, мы наконец прошли границу леса. Тут закончились комары. И это прекрасно. Скоро снежочек увидим. Ничего ж, довольно мордах в иллюминаторе. Кот. Раз... Тебе не станут спать, тебя несут. Кот. Ты сегодня какой-то не кот-походник. Кот. Ты понимаешь, что это в первой твоей жизни снег? Представляешь, какое тепло, так жарко и снег. Кот даже не собирается вылазить. Кот. Ты немного устал от похода? Тебя разнесли, кот. Сон часу Маурицию. Кот. До тундры добрался? Кот добрался до следующего моря. До Варенцева. Как тебе здесь ходить? Непривычно, да? Такая травушка. Мух. В общем, мы добрались до берега Варенцева моря. На самом деле, не планировали. Мы планировали конечную точку Хибины. Но что-то пошло не так. Вначале решили до Мурманска. И, в общем, как-то так мы оказались на берегу Варенцева. Теребивка. И лес. В общем, ужас. Мы уже так близко просто находились. Уже хотелось захватить и это море. Дорога сюда, конечно, полная. Грунтовка. Но мне рассказывали, что прям вообще ужас не проехать. Не знаю, дорога была нормальная. Просто грунтовая. Может, что-то поменялось. У Кота уже немножко подзажили ноги. Ну, а теперь я уже поняла. Конечно, не буду сейчас по такому мелкому камню. Даже, в принципе, давать ходить, чтобы он быстрее все зажило подушечкой. По траве пусть походит по большим камням тоже. Но он сам ходит сейчас уже аккуратно. Уже поняла, на какой поверхности. Его лучше постепенно буду дома еще готовить. Водить его потихонечку, понемногу по щебню. Чтоб ему легче было. А то, конечно, не очень получилось. Маурицио! Ты в тундре, представляешь? Африканский кот. Мяу, пойдем. Мяу, видите, осторожничает. С лапками. Ну, кто-то знал. Здесь еще непривычно ходить. Не знаю, как описать ощущения. Он такой... Такое ощущение, как будто под тобой болото. Он такой мягкий-мягкий мох. Но там нет болот. Он просто мягкий, как подушка. Как по перине ходишь. Так, попробуем туда пробраться. Кот молодец. Кот молодец. Он идет. Медленно, но идет. Ходить все равно надо. Чтоб немножко нагрубевали опять подушечки. Но он, собственно, и сам просится. Просто все это делать медленно. Прыгать я ему сейчас спрыгивать не даем. Сам ставить. Я подхожу его, снимаю, вниз ставлю. Сейчас мы уже спустились почти вниз. Маурицио, пойдем. Вот где его куда-нибудь вези, везде он смотрится просто потрясающе. Как будто здесь родился. Даже в тундре. Кот, ты прекрасен. Кот, как ты вдыхаешь? Запад моря. Что это такое? Ну что, кот в этом море пойдет купаться? Или тебе щас щипать, наверное, будет? Маурицио. Вниматель. Петрушки. Лису хочется подвигнуть тоже пойти туда куда-нибудь туда, в морю. Оно более соленое, чем белое? Конечно. Есть настоящий океан. Кот, ты первый раз такой песочек миленький видишь. Песок сосековый. Малышка. Пойдем? Морится. Пойдем. Малышка. Какой сильный активис происходит конечно. Невероятно. Пойдем. Это он или она? Мальчик. Будешь трогать водичку? В барину сегодня не пойдешь плавать? Белое получше было. Пойдем потрогаем. Там ледяная. Давай только недолго. Мяу, ты нормально? Там холодно все-таки, ладно? Да ладно, белым морем даже плавал. Какая сколотина. Молодец. Вот. Из Питера. Ну как тебе? Класс? Соленая? А, прям соленая-соленая. О, в камушек достал. Молодец. 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 Красавец, да. Кламушек. Может рыбу поймаешь? Сервал. Сервал. Это кошка такая? Да. Да? Это кошка такая? С-с-с-с. Я здесь. Молодой, да? Да, молодой. Молодец. Вода растет или нет. Да, вырастет или нет? Да, вода не боится. Нет, воду любит. О, ты что ж пошел-то? Красавец. Смотри, вообще, слушай, как же собака резко встает вообще, да, как плаш, не хочет, папарацци, я что, папарацци, опять за нами идет кот, хотела его оставить на песочке, но он за нами. По своим, по своим, по Алисе, да, Алисочка, да, Алисе, хвостом Алисочка. Алисе, хвостом Алисочка. 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 Ну что, тут загадай, свяка здесь потрясающе, что в Гарбе и Куки. Вот мы подходим к месту. Называется конец камеры. Мы здесь очень крутое время подъем, я побоялась и хочется походить. Море холодное, я просто походила по нему, но реально оно очень холодное. Ну, в принципе, поедет зала, она средняя. Это часть океана, поэтому серый, надавитый океан, конечно. Кот в люке. Здесь сидят камни, потому что ноги поранили еще не до конца, но зажили подъем. Ну что, кот, как тебе у конца всех дорог? Ничего не понял. Не понял, где конец. Да, где конец? Где дорога? Пожалуй, говорит, я здесь и осталась. Что лишнее тело движения совершать? Мацкейский успугался. У кого как пикник проходит? Кот уснул. Мяу, Маурицио. Хорошо на природе спится. Четыре одинаковые кровати. Здесь, здесь. И мы еще на одну сидим. Кот очень четко определил, где он будет спать. И вот всегда так. Где ребенок лежит, кот обойдет все и ляжет в колесе в ноги. Время 12 часов ночи. Все спят. Здесь светло постоянно. Всю ночь. Солнце за днят около часа, но все равно светло. Такие неполярные дни. И Алиса вроде нормально привыкает. Ну, нормально к этому относится. Я, конечно, вчера была в шоке, когда ребенок уснул уже в десять. Я только полвторого. И была в шоке, когда увидела, что было полвторого. Такая красота. Никаких штурм-блокаутов, естественно, в отелях нет. То есть светло просто постоянно. Ничего. Ребенок спит. Кот спит. Котик молодец. Ходил в номере, мяукал. Я туалет его сегодня не поднимала. Занесла на улицу, он сразу писать. Терпел. Просился. Умничка. А то вчера вечером на Седлово гуляли, потом сразу в номер. И он терпел. Хороший котик. Красиво. На фоне Иван-чая.